Продолжаем выпуск. Сотни бездетных семей в Восточном Казахстане ждут свою очередь на процедуру ЭКО. Но из-за пробелов в законодательстве испытать счастье материнства и отцовства многие так и не смогут. Очередь по квоте большая, а экстракорпоральное плодотворение можно сделать лишь до 36 лет. Годы уходят, и семьи лишаются единственной надежды. Супруги Мария и Николай стыдятся своей бездетности и попросили не показывать их лиц. Они уже 4 года в браке, но несмотря на свою молодость и здоровье, не смогли зачать ребёнка традиционным способом. Вся надежда на экстракорпоральное плодотворение, которое стоит очень дорого и не по карману молодой семьи. Лечились, пытались. По квоте это вообще нереально. С каждым годом шансы меньше и меньше становятся. В этом году на всю Восточно-Казахстанскую область выделено всего 60 квот на ЭКО. При том, что в очереди на неё стоит более 500 супружеских пар. По всей республике это десятки тысяч. Каждая пятая супружеская пара по Казахстану является бесплодной. Государство выделяет определённое количество квотных программ, то есть бесплатных для таких супружеских пар. Ну, конечно, учитывая размах этого бедствия, скажем так, количество этих квот на всех нуждающихся не хватает. В Казахстане всего 20 клиник, где проводят процедуру ЭКО. Такая есть в каждом областном центре, а не стал исключением Усть-Каменогорск. Местные специалисты помогли стать родителями уже сотни супружеских пар. Однако, согласно требованиям Министерства здравоохранения, госзаказ распространяется только на пять клиник в республике. Две в Астане, две в Алматы и одну в Таразе. Значит, сделать ЭКО в других клиниках можно только платно. В среднем за один миллион тенге. Госзаказ – это же государственные народные деньги, поэтому всем подряд их раздавать. Это тоже должно быть обосновано. В таком случае остается ждать своей очереди, но квоты дают только людям моложе 36 лет. Так что многие так и не получат шанс испытать радость материнства и отцовства. Помочь молодым людям могли бы банки, но они не берутся кредитовать эту сферу. Банкам предлагали кредитование наших пациентов. Пытались с прошлого года, но банки почему-то, не знаю, в связи с кризисом или в связи с тем, что не могли они нам дать программу кредитования для пациентов на экстракорпоральное оплодотворение. Мария и Николай нашли выход. Не дождавшись квоты, не найдя понимания в банках, они продали автомобиль и вскоре пройдут все необходимые процедуры. Вот только остальные 500 семей себе такого позволить не могут.